Привет, любимые! Сегодня мы с вами говорим на тему еда в моменты депрессии. Какая нужна еда и может ли она помочь? Реально может, друзья. В какие-то моменты еда влияет на многие-многие функции. Есть люди, у которых действительно есть непереносимости различных питательных веществ. У кого-то аллергия на яйца, у кого-то аллергия на молочку. Но давайте не будем сейчас все вычленять. Я вам просто подскажу, что можно включать, чтобы ваша депрессия меньше проявлялась. Во-первых, у вас всегда должны быть правильные белки в рационе. И это продукты, богатые холином. Яйца – отличный продукт для того, чтобы вы могли когнитивно быть здоровы. В следующий момент вам обязательно нужны антиоксиданты. И если у вас нет возможности покупать витамины, БАДы, какие-то нутрицептики, хотя бы сосредоточьтесь на еде без пестицидов. И это будут ягоды. Ягоды разноцветные, красные, фиолетовые, оранжевые. Но мы помним о гликемии. Что это значит? Человеку, у которого депрессия, ему нельзя впадать в гликемический криз. Что это значит? Это значит, что человек реально плохо себя чувствует из-за того, что у него случается гликемия. То есть низкий или высокий уровень глюкозы. В следующий момент мы смотрим на что с вами? Обязательно на продукты, богатые кальцием, магнием, железом. Если в организме нет этих ресурсных моментов, организм будет в депрессии. И не важно, вы там, не знаю, корневор, вегетарианец, пескетарианец, кто бы вы ни были, вы должны, вы обязаны сделать себе продуктовую корзину, в которой они есть. Женщины, у которых, например, гипотиреоз. Ну, обратите внимание на продукты, богатые тирозином. Плюс, друзья, я бы сказала, что очень важно, если у вас есть депрессия, обратить внимание на еду, которая разноцветная. Почему? Потому что ваш микробиом производит качественно, количественно, очень много разных белков, жиров, углеводов. Какая разница, да? Но чем вы заряжаете свой мозг, ваша машина может поехать на пустом кофе, на пирожке с картошкой, а может поехать на, например, авокадо или поехать на яйцах, иногда на клубники. В общем, если вы хотите действительно избавиться от депрессии, то поймите, что то вы, ваш мозг частично находится в кишечнике. Да, если там бардак, если там грибки, бактерии, токсикоз, то вы будете себя чувствовать плохо. Еще один момент депрессивный. Почему случается депрессия? У многих не хватает, вот представьте, да, нехватка белков, нехватка строительных материалов для мозга – это страшно. И если мозгу не хватает, то, соответственно, он, ну вот кто-то выберет первый, кто-то выберет, кто успеет, тот и наполнится. Сегодня печень, завтра лимфа, послезавтра там еще что-то, но самый главный мозг. И дайте мозгу то, что ему нужно. А ему нужны жирные кислоты, ему нужна омега, ему нужен белок, ему нужны магний кальций, ему нужно железо, ему очень-очень нужен свежий воздух. Если вы выполните эти моменты, обязательно ваши микроэлементы сработают. Я вас уверяю, друзья. И вечером, как всегда в эфире, мы с вами поговорим про то, что можно добавлять в свою жизнь для того, чтобы меньше депрессии было внутри.